Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал и на Савеловское направление. А вы знаете, почему аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево едут так быстро? На сегодняшний день расписание поездов в Шереметьево очень простое. Каждые полчаса по первому диаметру из Одинцова через белорусское направление, через белорусские и Савеловские вокзалы поезд уходит в сторону аэропорта. И точно так же идет в обратном направлении. И здесь есть проблема исключительно на Савеловском направлении. От вокзала до северных терминалов Шереметьево, то есть Б и С, поезд идет 48 минут по расписанию. Так как он обычно пунктуален, мы можем сказать, что это правильная цифра. А поезд, который вы сейчас видите, летит на огромной скорости мимо Бескудникова в сторону Савеловского вокзала, обычно проходит свой маршрут за 46 минут. Это без учета различных изменений и переделок, потому что Савеловское направление еще полностью не готово после каких-нибудь ремонтов. Но здесь есть одна большая проблема. Дело в том, что Савеловское направление до сих пор имеет два пути. И если раньше поезда Аэроэкспресса были особенными и все должны были их пропускать, то сейчас они не особенные. Полет из Шереметьево и любого другого аэропорта в нашей стороне уже не что-то особенное или диковинное. Иногда билеты на поезда гораздо дороже самолетов. И здесь получилась ситуация, что на станциях Бескудникова и Марк, где раньше обычные электрички пропускали и Аэроэкспресс, и дальние экспрессы в сторону Дмитрова, и Дубны, и иногда Лобнинские, которые были раньше, тогда они стояли, обычные электрички, на третьем пути. Сейчас они идут по первому и второму и никого не пропускают, потому что нету больше разделения на элитных пассажиров аэропорта и обычных Лобнинцев и Дмитровцев. Но если в Бескудниково с поездами следующими в сторону области было все в целом более-менее просто, электричка стояла на посадке и высадке 10 минут и потом отправлялась, что позволяло некоторым местным жителям довольно спокойно идти на этот поезд, то вот в сторону Москвы было намного сложнее. Сейчас мы с вами переехали на Марк. Это всего лишь в двух остановках от Бескудникова, за МКАДом, граница Москвы и Московской области города Долгопрудный. Здесь электричка в сторону Лобни сейчас ушла, и мы с вами видим два главных пути в Кривой, а третий путь, на который приезжали электрички из области и останавливались пропускать Аэроэкспрессы и Дальние Экспрессы, находятся здесь за платформой. Здесь нет возможности производить высадку и посадку, хотя чисто теоретически можно было бы, но в принципе никто об этом даже не задумывался. Пассажирам приходилось просто стоять в своей электричке еще 10-15 минут, иногда Аэроэкспресс шел в паре с обычным экспрессом, и только после этого подъезжать к платформам в Леонозово, где очень много людей выходило. Других вариантов не было. Но как же быть сейчас? Как вернуть большую скорость для пассажиров действительно настоящих экспрессов, а не того, что мы сейчас видим? Есть две задачи, которые нужно решить. Для первой мы с вами переезжаем на платформу Шереметьевская, это то место, где поезда до аэропорта съезжают с главных путей, и здесь уже поезд, следующий до Шереметьева, ускоряется, потому что перед ним никого нету. Старелку перевели, значит все спокойно, можно ехать гораздо быстрее. И к тому же старелки здесь довольно скоростные, чтобы поезду нужно было потом подниматься в горку, без каких-то лишних проблем. Хотя у Аэроэкспрессов производства Штадля, да и кстати у наших старых ЭД-4М, которые тут ходили по этому маршруту, никаких особенных проблем с этим нету. Да, ускорение, конечно, не гигантское, вот вы видите сейчас, как поезд чуть-чуть лишь ускорился, но все же это лучше, чем ничего. И именно здесь, в этом месте, куда вы сейчас смотрите, должна быть самая главная перестройка на всем Савеловском направлении. Здесь должно быть 4 пути, среди которых 2 для Экспрессов и дальних поездов, и 2 для обычных МЦДшных. Но переделывать съезд не очень хотят, поэтому скорее всего по картинке новые 2 пути будут справа, и они будут для МЦД. Смысл в чем? Дело в том, что поезда Аэроэкспресс могут идти даже 160 км в час, но они никогда нигде так не разгонялись. В реальности мы можем предположить скорость 100-120 на участке от Шереметьевской до Савеловского вокзала с несколькими остановками, потому что так будет гораздо проще. Но построив 4 пути, нужно будет обязательно перенести эти поезда на постоянной основе обратно на Савеловский вокзал. Почему так? Дело в том, что раньше, когда эти поезда изначально отправлялись с Савеловского, была большая проблема. Была одна пересадка, и ничего в принципе другого не было. Сейчас на Савеловской пересадка уже на 2 линии метро и на МЦД. Есть еще пересадки на Окружной, которая тоже стала намного популярнее, чем раньше. Еще на Петровской-Разумовской будет пересадка. Можно будет Дмитровскую добавить. А участок, условно, от Окружной до Шереметьевской, можно пролетать на всей скорости. И это будет намного удобнее, проще, и куча пересадок намного больше, чем сейчас могло бы быть до Савеловского вокзала или даже до Белорусского. Сделать Белорусский конечный на постоянной основе тоже не получится. Там 4 сквозных пути, и они все нужны для МЦД. Оборот там очень неудобен, и туда будут попадать поезда, только следующие в сторону депо. И это далеко не каждый поезд. Штадлер не обязательно загонять каждую минуту в депо на обслуживание. Это все-таки современные поезда. На Савеловском вокзале можно абсолютно спокойно использовать первый и второй пути для Аэроэкспрессов и дальних экспрессов в Дмитров и Дубну, потому что они могут отправляться в паре. Допустим, Аэроэкспресс поехал в 15.00, а за ним в 15.05 отправилась быстрая экспрессная электричка до Дмитрова. Главный вопрос, когда все это будет? На самом деле неизвестно. Обещали уже давно, но Савеловское направление очень медленно развивают, и к сожалению в ближайшие годы нету каких-то особенных перспектив для ускорения работ. Все новые стройки ведутся с учетом четырех путей, и на Дмитровской, и окружная готова, и все мосты с учетом этого будут делаться. Но пока нам остается только надеяться на лучшее и на то, что здесь в целом начнут тоже работу гораздо более активно. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Пока.